Массовая контрабанда из Беларуси, победа ультраправых в Австрии и давление на Россию, которое будет увеличено со стороны государств, входящих в Рамштайн. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире НЕФТА, самые важные и интересные новости. Австрия не встречает победителей. Почему победа ультраправых там не так страшна самой стране, как Европе в целом? Что происходит, это поляризация политического спектра. Украина делает ставку на Рамштайн, а сыграла ли ставка американская? Политика осознанная западной. То есть не потому, что нет, а потому, что так они хотят, скажем так. Суд над Марин Липен. Процесс, который может помешать ее президентским амбициям. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Украина готовится к Рамштайну. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении накануне заявил о важности предстоящей встречи в этом формате, которая состоится 12 октября. Основным вопросом будет усиление давления на Россию для достижения справедливого и долгосрочного мира. Зеленский подчеркивает, что Украине нужно будет вместе с партнерами принять ключевые решения относительно дальнейших шагов. Напоминает, что Россия ежедневно применяет около сотни управляемых авиабомб для ударов по Украине. Он подчеркнул, что, цитирую это постоянное напоминание нашим партнерам, что Украине нужно больше дальнобойных средств, больше систем ПВО и усиление санкций против России. Почему именно этот Рамштайн стал особенным? И именно после визита Владимира Зеленского в США мы поговорили с человеком, который внимательно следит за всеми событиями вокруг украинского президента и не только, с политтехнологом Алексеем Голобуцком. Два года назад казалось, что 30 танков или столблен бронемашин – это большое, скажем так, достижение. Сейчас мы понимаем прекрасно по количеству техник, которые просто погибают на фронте, что это все, мягко говоря, мало. И стало понятно, что это все политика, осознанная Западом. То есть не потому, что нет, а потому, что так они хотят, скажем так. Причины, они разные, у каждой страны разные. Но в основном это политические причины, мы сейчас это видим. Яркий пример поведения Шольца. Мы видим ситуацию в Австрии, нас ждет еще, скорее всего, веселье в Чехии. И все это как бы играет силой, которые занимают, скажем так, ну не так же скептическое отношение к Украине, не будем говорить на этиукраинские, скептическое отношение, они набирают силы. Напомню, что после недавнего визита Зеленского в США мнения об итогах поездки были разными. Некоторые наблюдатели критиковали результаты встреч, однако это заявление президента вновь акцентирует внимание на важности международной поддержки и наращивании давления на Россию. Украинская сторона настаивает на необходимости продолжать поставки вооружений и усиливать санкционную политику для ускорения завершения войны. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поручению президента Владимира Зеленского, как уточняет пресс-служба МИД, с визитом прибыл в Венгрию. Посмотрим, как далеко мы сегодня зайдем, заявил прессе его венгерский коллега Петер Сиарто. Основные темы обсуждения это развитие добрососедских отношений, совместные экономические проекты, улучшение пограничной инфраструктуры и защита прав национальных меньшинств, а также обсуждение евроинтеграционного курса Украины, ее вступление в НАТО и план достижения мира для завершения российской агрессии. Я напомню, Венгрия – одно из, если не главные препятствия в коммуникации Украины-НАТО. Об этом мы тоже поговорили с политтехнологом Алексеем Голобудским, чего же все-таки удастся достичь. Весь режим Орбана держится на, ну скажем, как его называют многие журналисты, это мафиозное государство, типичное Венгрия, да? И оно держится именно на вот этой разнице марже, которую они получают очень долгое время от России в энергоносителях. То есть практически все страны, которые окружают Венгрию, они так или иначе когда-то были, входили в так называемую Великую Венгрию, да? Как любят, часто говорит Орбан, но с ними особо, как говорится, не поиграешь, потому что там все взаимосвязаны в ЕС. А с Украиной, естественно, как более слабой стороной, не членом ЕС, можно отыгрываться вот эти националистические, реваншистские настроения, которые распространены, особенно в глубинке Венгрии, да, на которых играет Орбан, конкурируя с Йобиком раньше, там, с другими такими ультраправыми силами. Ну вот это все, я не знаю, как это просто, ну, одним визитом это не решается, это решается. Я думаю, что следующая, что все-таки появилась, наконец-то, сильная позиция в Венгрии, да, и следующая власть будет более лояльна. Этот визит является частью регионального турне новоназначенного министра, целью которого является укрепление отношений с соседями и продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО. И уже Сибига побывал в Румынии и Словакии, страны тоже с не самыми простыми отношениями с Украиной. Напомню, что развитие отношений с Венгрией является важной частью внешней политики Украины, учитывая вызовы евроинтеграции и сотрудничества в сфере безопасности в рамках Украина-НАТО. На выборах в Австрии победила ультраправая австрийская партия свободы под руководством Герберта Кикля, набрав 29,2% голосов и получив 58 мест в парламенте из 245. Консервативная австрийская народная партия во главе с канцлером Карлом Нехамером заняла второе место с 26,5% и она получает 52 мандата. А социал-демократическая партия получает 21% голосов и 41 место. Явка на выборах составила практически 75%, и это показывает высокий интерес австрийцев к политическим изменениям. Хотя австрийская партия свободы стала крупнейшей партией, она далека от абсолютного большинства. Ее лидер выразил готовность к коалициям с любыми партиями, отметив, что это новая эра для всего его движения. Но канцлер Нехамер вновь подтвердил, что исключает сотрудничество с ультраправыми. Основными темами кампании ультраправых в Австрии, которые победили, были миграция, инфляция и война в Украине. Несмотря на успех ультраправой партии, формирование коалиции остается сложным, так как другим партиям, возможно, придется объединяться против ультраправых. Мы поговорили с дипломатом Александром Харой об этих выборах и спросили о том, изменится ли политика страны у человека, который держит руку на пульсе. Что происходит? Это поляризация политического спектра. Есть крайне левые и крайне правые политические силы, в большей мере популистского характера. То есть те, которые эксплуатируют какие-то идеи, какие-то проблемы и точно не готовы предложить целостное и всеобщее решение этих проблем. Если мы говорим про европейский континент, то одна из проблем является беженцы-мигранты. И очень часто на лозунгах борьбы с этим явлением приходят власти, прежде всего, те государства, которые граничат с странами, что развиваются, либо же с теми странами, которые находятся на пути этих миграционных потоков, потоков беженцев. Но по большому счету то, что они предлагают, какие-то защитные меры, какие-то стены, точно не решают главную проблему. Потому что, естественно, есть первая главная проблема – это неравенство глобального, вот эта, скажем так, формула «богатый север и бедный юг». Вторая вещь – это конфликты, которые генерируют большие количества мигрантов, беженцев, естественно, которые пытаются найти себе убежище в демократически хорошо развитых государствах. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Париже начинаются слушания по делу Марин Липен и 24 членов ее партии Национальное объединение, которых обвиняют в многолетней растрате средств Европарламента. Дело было открыто в 2014 году, когда появились подозрения, что помощники депутатов от партии Липен, включая ее лично, занимали фиктивные должности и получали зарплаты, хотя должны были работать в Брюсселе и Страсбурге. Европарламент оценил ущерб в почти 7 миллионов евро, указывая, что эти средства использовались для покрытия долгов партии. Тут необходимо напомнить, что в 2018 году Липен уже обязали вернуть Европарламенту 300 тысяч евро за нецелевое использование средств. Марин Липен обвиняет в растрате государственных средств в соучастии в этих действиях, поскольку она знала о проблемах с финансами партии еще с 2013 года. Ей и другим обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы, крупные штрафы и лишение гражданских прав, что может сорвать ее планы на участие в президентской кампании 1927 года во Франции. Следствие утверждает, что партия систематически создавала схему хищений, выделяя деньги, предназначенные для зарплат помощников, на собственные нужды. Среди других обвиняемых мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-президент Реконкисты Николя Бэй. Партия отрицает все обвинения, заявив, что представит свои доводы в суде. Вместе с тем, как этот судебный процесс может не стать политическим или дипломатическим, а остаться в рамках законодательных и возможно ли это при участии популистов, и поддержки партии, которая на французских выборах показала отличные результаты. Мы спросили об этом у дипломата Александра Хары. Кроме граждан Российской Федерации, Беларуси и еще, возможно, некоторых стран, которые точно не блещут демократией, что они верят в то, что, условно говоря, президент Макрон может поднять телефон и позвонить какому-то суде и сказать, ну а ну-ка засуди моего политического конкурента. То есть я думаю, что, скажем так, разумные люди, которые понимают, как работает демократическая система и как работает Франция, несмотря на критику судебной системы в Франции, она однозначно не идеальная, но я не думаю, что есть хоть какие-то основания считать, что это политическое преследование. Тем более, что это незакрытый процесс. Как в России, например, судят и людям дают от 10 до неизвестно каких сроков, а потом еще навешивают попозднее. Когда не дают доступа для адвокатов, для прессы, даже для родственников, однозначно то, что будет происходить во Франции, это будет известно, это будет публично. Однозначно, что Липен и ее соратники будут пытаться показать это как преследование. Однозначно, что российская пропаганда будет усиливать эти месседжи, а вполне возможно и координировать, и помогать. За неделю на территории Литвы прилетело из Беларуси 150 метеорологических шаров, а за последний месяц их количество достигло 250. Об этом говорит глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любавичус, добавляя, что у пограничников нет необходимых вооружений, незаконных полномочий для сбивания подобных объектов, незаконно пересекающих воздушное пространство страны. По его словам, в последнее время было зафиксировано увеличение количества случаев использования таких шаров для контрабанды, в том числе контрабанды сигарет. Любавичус уже обратился к Министерству внутренних дел с просьбой изменить законы для того, чтобы позволить использовать оружие против низколетящих объектов. Радары могут фиксировать только те объекты, которые заметны на малых высотах или видны военным. Один из таких шаров с контрабандой недавно упал в районе Вильнюсского аэропорта, а прилетел он из Беларуси. Министр обороны Литвы добавил, что использование оружия военными в мирное время против таких объектов нецелесообразно, и это задача пограничников. Идет борьба, контрабандисты придумывают свои методы, государство думает, как с ними бороться. Если дроны используются для контрабанды, используют средства против дронов. Если используют баллоны, их можно сбивать. Это постоянный процесс, но это борьба с контрабандой. Это не связано с системой ПВО, это процесс, который длится десятилетиями. Только появляются новые методы. Эти методы надо выявлять и нейтрализовывать. Ну а мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, вашей спонсорства, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Суперспасибо» помогает нам создавать новые видео, поэтому не останавливайтесь, пожалуйста, в этом добром деле. Если вы находитесь в России или Беларуси, смотрите нас оттуда, то делать это безопасно можно через ВПН. Как именно, инструкция прикреплена к этому видео. Также не забывайте про лайки, комментарии, подписываться на канал, это тоже очень важно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok